всем привет хочу сегодня вам предоставить на обзор такой вот станочек даже его назвал это так называемый пантограф или устройство для копирования копирования каких-то деталей ну в моем случае это рукояти ножей собрал его собственноручно нигде не продается такого рода в общем саму идею постройки подал мне александр пономаренко есть такой человек в ютюбе немало известный в определенной сфере так вот посмотрев его видео о пантографе в его исполнении мне пришла идея то что можно собрать более точный и совершенный пантограф и как мне на первый взгляд казалось более простом исполнении но на деле как бы в исполнении с исполнением я ошибся пантограф достаточно такой трудоемкой у меня получился процесс его создания вот ну в общем вкратце значит купил я самый дешевый фрезер что-то по моему обошелся мне в 1200 по моему рублей и все остальное станину эти вот станинки алюминиевые все это делал уже сам фрезер с несколькими скоростями на ручке меняется скорость есть не реле резистор вращается вот меняется у него высота как в таком быстром формате так можно и достаточно точно вот здесь дополнительный миги долго крутить и вот так вот он медленно идет можно точно достаточно строить нужно затем после настройки толщины то есть толщина это вот расстояние между фрезой и столиком так сейчас я попробую сфокусировать вот у нас есть два стола вот этот вот стол используется вот на него фреза вот это опускается верхний столик у нас используется для заготовки из которой мы будем пилить они нижний столик используется для образца нижнем столике установлен калибр видно его не видно калибр самодельный из обычной шпильки из восьмерки сделан то есть вот на этот столик крепится образец по которому будет происходить вводится по нему калибром и значит из верхней части заготовки в это время фреза стачивает заготовки слои и сначала мы равняем заготовочку какую толщину нам надо снимаем лишний слой материала вот затем уже придаем форму то есть обводим калибром калибром мы будем края заготовки и тем же самым образом так все это двигается вместе повторяю движение девушки иначе с калибром обводится заготовка фрезой она уже обрабатывается и соответственно получаются одинаковые формы вот такой вот конструкции пантограф я уже на нем работал пробовал ну так ради смеха можно сказать вот это вот заготовочка дальние заготовочка вот это образец рукояти от ножек ганза 704 а тут я из самодельного самодельными карты и можно назвать или же 10 может быть даже сделала такие вот заготовки то есть здесь и так уж ради смеха делал чтобы проверить материал просто делала из двух разных видов из двух разных клеев материалов вот его просто хотел проверить пару по обработке вот этот вот сделан зелененький из эпоксидной смолы наполнитель тряпочный ситец и добавлена красочка то есть добавлен колер краситель но он здесь не точный ну то есть вот видно на печет выемки как и на оригинале выборка вот здесь на этом ножа axis lock используется и вот выборка под пружину механизма число кого-то и повторил вот но здесь я уже не делал вот это углубление под сама число к тому как сама эта накладка уже никуда не войдет то что они и здесь вот уголочек у нее не попал в размеры тут уголок видно не видно торчит я поэтому особо заморачиваться не стал просто попробовал как это будет выглядеть сколько это сил будет затрачено на это вот здесь немножко поподробнее сделал но вот эта рукоятка она гораздо тоньше чем оригинал немножко промахнулся глубиной ну примерно так вот ездит скользкая так наверно лучше быть держаться настолько точно все это обрабатывается ну дырочки я здесь уже вручную делал тут обычным шуруповертом накосячил капитально но это было скажем так про пера то есть на это не стоит обращать внимание но вот по точности обработки все получается достаточно качественно моды самодельных материалов пока не могу добиться такой же твердости и жесткости как вот на оригинальном g10 но будем стараться будем пробовать сейчас экспериментирующего не только с эпоксидной еще из полиэфирной смолой ну ладно посмотрим что получится дать на делу я таких вот заготовочек толщиной промахнулся четыре слоя вроде как но надеялся что будет толще получилось 3 миллиметра или четыре совсем никуда вот эти вот вариант зелененький это эпоксидная смола с красителем с колером колер я использую вот такой вот на обычный колер для красок этот вот универсальный самое главное брать не для красок на водной основе для любых других вроде говорят подходит вот этот эпоксидка вот этот вот кусочек это уже полиэфир к ситец и там и там и в зеленый и в черный вот здесь вот сделал я свой на текстуру то есть черно-белую видно будет нет фокус где ты вот она вот и видно вот черно-белая текстура но рукоять сделал тонкую пока не пробовал сделать в ней допустим там под пальцевые ремки естественно никакого рисунка вот как бы попробую как это будет выглядеть все наглядным образом будет видно так далее по пантографу значится калибр у калибра тонкость такая что он непосредственно должен быть одинакового диаметра с фрезой вот так вот у нас выглядит нижняя часть это столик для образца и вот так вот выглядит вот так вот выглядит верхняя часть это столик для заготовки тут у меня уже пошарпанные такие дощечки для столика я использую эти дощечки это обычный ламинат он как правило всегда одинаковой толщины но имеется до 1 доска достаточно точно вот и здесь тоже вот ламинатная дощечка на нее креплю образец креплю на скотч под руками нет его такой же скотч использовал саша пономаренко привет ему кстати огромный это ссылочка на это видео обязательно скинул я ему обещал когда смотрел его видео писал ему письмецо небольшое использовал я такой же скотч как и он попробовал в принципе неплохо но иногда он не выдерживает поэтому особенно заготовку образец нормально держится вот заготовку вот видно отверстие вот здесь вот притягиваю саморезами по краям вот и вот таким вот макаром опускаем подгоняем высоту здесь зажимается здесь есть вот такой вот рычажок у фрезера то есть когда мы его опускаем этим рычажочком мы зажимаем и фиксируем чтобы запомнить например высоту если такой дополнительный шток он опустился уперся свое место да мы его зажали все ниже мы фрезер не опустим чем вот этот шток нам позволяет вот но это из дополнительных фигом базов вот то есть мы опустили мы фрезер при за у нас коснулась столика вот это вот и то же самое происходит с калибром калибр тоже коснулся столик то есть у нас откалибрована глубина если нам нужно значит сделать потолще накладку то соответственно мы либо мы фрезу чуть-чуть приподнимаем вот в этой вот трубки посадочной да здесь цанга стоит внутри цанге и можем туда-сюда двигать вот либо мы вот этим вот болтиком регулируем глубину какой которая нам нужно но проще фрезер регулирует тут как говорится в эту гайку ослабил резон насколько надо приподнял вверх гайку затянул все и дальше поехали то есть у нас лежит заготовка и мы по ней ведем ведем туда-сюда все это обрабатываем вот я покажу обязательно работу этого фрезера только не в этом видео сейчас просто уже поздно соседи спят а машинка так ради примера быстренько включу ну все равно это немного покажет вот то есть таким макаром мы вводим все фреза у нас обрабатывать заготовку далее значит по станине станина у меня уже переделывалась несколько раз ну как бы ввиду ее там неудобности я не знаю еще чего-то вот эту вот идею с шариками от подшипников это шарики от подшипников наваренные на шпильке я позаимствовал у саши у того же самого ничего умнее не придумал как бы ну вроде бы как работает эта тема то есть это опять же повторюсь шарики от подшипников наварены на шпильке самые самые пяточки у них заполированы в зеркало то есть снаружи не получится показать или нет снаружи они так выглядят не очень а вот самые вот эти пятачки на которых они катаются они заполированы в зеркала нет не хочет фокусируется много вот так вроде видно вот заполированы на края на эти вот я наклеил стекла на эпоксидку наклеил стекла намазываю форму вообще просто катается сумасшедший станочек очень очень легко двигается то есть буквально там одним пальчиком двигается причем он достаточно такой нелегкий у меня получился вот но сейчас идут небольшой эксперимент провел зря его провел я форумом натер вот эти стекла и шарики вот эти вот снизу и сдуру взял добавил немножко намазал вот эти шарики маслом вот эти пятачки вот зря я это сделал достаточно было одного сейчас вот он слышите до цепляет он металлом по стеклу а когда был форум он просто катался так неимоверно то есть его толкаешь он докатывается до самого конца слегка толкаешь сейчас видимо масло как-то оно проникает на но эффект такой большой есть катается вот ну да ладно далее значит станочек получился разъемный от станины сам фрезер можно снять разобрать даже вот эти вот конструкции при желании все и пользоваться им как обычным фрезером то есть либо станок от него сделать либо как обычно настольным фрезером использовать вот такая вот марочка там я уже не помню как он называется не прораб как-то по-другому про power по моему если мне не изменяет память это было то что я нашел то что мне подходила самое дешевое был еще один станок чуть дешевле но у него форма вот вот этого вот места была какая-то такая вот закругленная а мне именно нужно было ну в идеале конечно с фрезерованной естественно такого не дадешь но хотя бы ровной просто летая ровная поверхность чтобы вот этот бластинка к нему легла ровно без всяких регулировок просто youtube вот заменил вот здесь вот были болтики они просто вот в это место вкручивались и соединяли этот алюминиевую часть вот с этой пластиковой я установил саморезы так как в пластик ворачивается как бы были болты даже не болтики тоже типа саморезов были там с непонятной резьбой какой-то но в общем зажал я вот эту пластинку давайте его подниму просто ослабляем сзади хомутик поднимается он подпружиненный так вот его нажимаем обратно ходит подпружиненный проблем как бы с регулировкой высоты нету единственное есть проблема значится сейчас если видим это вот здесь есть кнопочка вот есть фрезеры двух видов вот но смысле имеется ввиду по отличиям этой кнопки есть приборы которые сначала мы курок нажимаем и потом зажимаем кнопку и у курок у нас остается зафиксированным да чтобы на беспрерывную работу вот но здесь не такой случай то есть чтобы здесь нажать курок я курок нажать не могу мне нужно сначала нажать эту кнопку потом нажимается у меня курок так что тут камера у меня опять по моему начинает глючить наверное сейчас отвалюсь так давайте я нажму на паузу разберусь камерой потом продолжим так ну в общем то все разобрался с камерой как оказалось закончилось место на карточке видео по-быстрому слил карточку я форматнул продолжаем значит так парк урок я рассказал так про фрезер фрезера мощность 1200 ватт обороты минимальные обороты тысячу вру 18000 и максимальный 35000 18000 конечно многовато для таких задач но в принципе вот фрезу я уже использовал фреза не горит материал не ждет работает нормально как бы проблем с этим нету значит дальше по конструкции немножко расскажу про эту пластиночку я рассказал уже закрепил ее просто саморезами обычными саморезами по дереву притянув пластика еще она сама отрегулировалась вот об этом вот поверхность да она вокруг тут везде со всех сторон значится дальше пятку самого фрезера да то есть то есть той частью которую он движется в нормальных условиях по заготовке установил вот такую пластину пластину ставил как можно шире и длиньше вот чтобы обеспечить ну чтобы вот не было таких вот завалов да там если маленькую поставить и завалить его будет легче гораздо работа идет а если завалишь все считай заготовка испорчена сразу же угол поменяется все уже будет обработаны лишь лишний материал будет обработан вот поэтому пластинку ставил гораздо чем шире тем лучше тем меньше тем лучше соответственно но в разумных пределах то есть он у меня получился так есть у меня руле . можем попробуем померить так давайте на камеру поставлю было удобно и сподручнее значит ширина у меня получилось 52 сантиметра глубина станка 36 с половиной высота станет 40 почти 40 39 с половиной высота с фрезером примерно 70 вот но тут кого вот эти вот ноги они уж так сделаны больше для удобства вот здесь вот вот эти вот части их можно по сути вот эти ноги по сути можно пилить станок будет ниже но я работал как у меня стул стоит перед ним небольшая тумбочка на балконе и вот мне с этими ногами было очень удобно работать можно место подобрать такую как сказать подручную одно при желании на ноги можно убрать санок будет гораздо ниже по компакт не будет так скажем начаться далее по станине станины сделано из 16 16 метров до 16 миллиметров они все полностью здесь вот я покажу специально задумывал как задумывал так и сделал вот здесь вот стоят шайбы регулировочные то есть можно чтобы у меня основная задача у меня было вот эти два столика вот вот этот вот нижний ну то есть вот и вот верхний столики они должны быть абсолютно параллельны друг другу и соответственно вот этот большой стол тоже должен быть параллельным чтобы заготовка вдоль не получалось такая под конус чтобы у нас все было вот но в принципе мне все удалось без особых проблем до ясная вот здесь у меня тоже лежат регулировочные шайбы вот под задней частью вот и торчит у меня вот здесь вот хвостик небольшой и с этой стороны то же самое то есть можно регулировать ну можно было до наклейки стекла конечно сейчас под стеклом уже потому что под стеклом они зажаты так вот саморезами здесь здесь вот тоже саморезы в виде ограничителей и в то же время вот этот столик поддерживают болты на 6 сделал с шайбами это квадратная трубка квадратного сечения такая очень удобно то есть она не дает танку упасть когда мы до края доходим чтобы он не соскочил опять же повторюсь любое падение вот допустим если вы повернуть вот такой раз и вот он провалился если такое произойдет все считаете заготовка испорчены если делать допустим из покупных заготовок там достаточно дорогие материалы получаются то есть грубо говоря один раз у вас станочек упал и 500 рублей вы можно сказать выкинули ну не 500 пускай 250 потому что заготовка но все равно будет очень обидно поэтому старался немножко как бы обезопасить самого себя от ошибок достаточно удобно получилось то есть он не цепляется в тех пределах которых мы работаем по нагляднее было в тех пределах которых мы работаем да то есть у нас заготовочка мы спокойно выводим не не боясь того что как-то упадет там где-то что-то собьется вот в этом плане все нормально вот далее значит после первой пробы вот здесь вот был вот так вот был алюминий вот это да вот эта нога была она круглый вот я так понял что мне просто элементарно плохо видно заготовку которую я обрабатываю фрезой вот либо приходится заглядывать вот сюда вот вот в эту щель вот и соответственно при обработке с этой щели летит там куча стружки обязательно вот таких вот очках работаю чтобы не приди глаза не дай бог вот следующий летит куча стружки достаточно неудобно туда смотреть и шея затекает там когда очень тонкая что-то делаешь долго нужно смотреть вот поэтому решил особо не париться короче говоря взял вырезал и вот эту станинку и смысле и саму пятку фрезера и саму станинку по конту даже не снимая его прям так резал правда резал так что же дремелевский вал вал порвал потом по нему отдельное видео сделаю выложу был сам в шоке что ну вроде как качественная вещь от так легко она щелка и вот ну ладно это потом в общем вырезала такое окошко теперь резать очень удобно сейчас есть мысли вот сюда вот сделать просверлить и поставить какой-то небольшой маленький фонарик на батареечке какой-нибудь автономный такой чтобы чик его включил он сюда вот светил вместо обработки было бы очень удобно вот ну и что-то подобное повторить вот здесь вот на заготовке заготовку более-менее видно в принципе там никаких проблем особых нету вот но для удобства не исключаю такой возможности было бы здорово вот начаться все собрано у нас на шпильках шпильки на 8 гайки шайбы все это продается ближайших как говорится магазинах крепежа левша там и прочее здесь собраны гаечки здесь тоже самое сам калибр это шпилька на 8 будет фокус не шпилька на 8 я сделал калибр двухсторонним нет не будет наверное фокусу вот шпилька на 8 вот здесь вот сделана такая тоненькая часть вот снаружи сделано на такая тоненькая пипка такая пипирка вот это диаметр 3 миллиметра вот здесь снизу сделано более толстая часть здесь диаметр 6 миллиметров делал из обычной шпильки на 8 просто зажал ее в дрель и прикладывая напильник вот так обточил получилось очень точно качественно мерил микрометром второй раз его делал первый раз маленько промахнулся вот второй раз переделал вроде как все нормально вот и вот такие вот фрезы приобрел бошевские фрезы принципе не так дорого они мне обошлись вот одна по моему 100 рублей другая 150 вот вот эта фреза 3 миллиметровая то что 8 написано это 8 это хвостовик то есть это нижняя часть которая вот которая вот когда вот сюда зажимается вот сюда вот этот хвостовик вот он 8 миллиметров а вот основная часть она рабочая она здесь вот нарисована так 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 вот видно вот здесь 3 миллиметра здесь у нас 6 миллиметров это то есть ширина обработки это то есть непосредственно ширина выберите диаметр рабочей части фрезы ну и соответствующий калибр я сделал и под тройку и под восьмерку он это одна шпилька просто двух сторон по разному обработанная вот так вот одной сверху 3 снизу 6 нужно будет поставить 3 то есть какие-то мелкие там зубчики там выпиливать или еще что-то просто этот калибр мы берем от распускаем гайки переворачиваем его наоборот и устанавливаем ну что еще рассказать в принципе то все наверное такая конструкция да вот эти вот панели все крепил все замерял какими был возможными способами параллельность чтобы соблюдалось между ними вот это вот пластиночка вот эта пластина и вот это они абсолютно параллельны вот здесь столик то же самое все абсолютно параллельно друг другу ну в общем достаточно точно получается копирование так вот станучек сзади выглядит у нас здесь спереди у меня сделано сквозная идет проточки то есть если нужен будет фрезер эти вот болтики отворачиваем планочку снимаем фрезер у нас выезжает сюда снимается полностью при желании но ты элементарно даже если куда-то нужно будет перевести там передвинуть его достаточно удобно будет не надо такую громадину не в каждый багажник 70 сантиметров влезет ну разобрав его получаем гораздо ниже вот так вот сзади смотрится вот сзади тоже еще одна планка но здесь уже столик он монолитный то есть я его обперел лобзиком планку приделал чтобы был просто ограничитель то есть обо дня об него ножки упираются все у нас дальше он никуда не едет сейчас покажу характеристики вот так он выглядит сзади ничего хитрого примерно то же самое что и спереди характеристики не хочет вкушироваться вот еще 200 вот не мами обороты максимальная оборота фрезер сразу недорогой один из самых дешевых но кстати на удивление знать не знаю обзоры не смотрел увидел просто купил был крайне удивлен когда его разбирал сам фрезер то есть мне нужно было чтобы его закрепить разместить мне нужно было обязательно разобрать в общем когда его разбирал проверил покачал именно сам вал рабочий вот абсолютно нет никаких люфтов то есть вот в этом месте если его качать туда-сюда не вперед не назад не в бока никаких люфтов все четко вверх вниз никуда он не дергается настолько вот это четко сделано не знаю будет видно как бы со временем конечно что он там и себя покажет одно достаточно качественно сделан могу рекомендовать для покупки истечения времени если что-то случится видео обязательно сниму все покажу ну вот в общем то все что хотел рассказать показать да кстати посмотрел я предыдущий отрядок видео до косяка с камеры посмотрел то что когда заготовочки показывал и фокуса вообще абсолютно никакого не был давайте сейчас попробую показать поближе так вот это вот у нас вот вот это у нас оригинал то есть это конза 704 ножичек с оси с локом вот про . под него сделано это оригинальное из g10 накладочка достаточно жесткий такой материал очень хороший очень плотный получается в сравнении с тем что делаю и вот у нас сначала вот этот так это у нас эпоксидная смола с колера ситца наполнитель сидится вот так вот она прикладывается все достаточно ровно вот здесь вот есть небольшой костюк на я уже не помню какой он был причине по моему у меня фрезер что ли съехал что-то такое что-то в этом духе а когда я делал мне еще стекла не было на фрезере он периодически ножками проваливался в те отверстия шурупы были завернуты вот но там буквально чуть-чуть и вот вот это чуть-чуть вот оно сказалось немножко вот здесь вот промахнул стоит больше сточил чем нужно вот а так в общем по форме да и вот про этот уголочек я говорил уже да у меня накладка была заготовка меньше размерами я уж просто решил попробовать прикрутил ее шурупами и саморезами и попробовал обработать вот внутренняя часть то есть вот это вот выработка да по такси слог материал получается не очень плотный и вот когда обрабатываешь вот эти вот нитки от тряпки они вот все таки все равно торчат если их обрабатывать чем-то мелким то есть по торцам надфилем каким-то или даже дремелем там до заполировать все нормально будет но вот после фрезы немножко вот есть ниточки они торчат так видно и сейчас . вот это уже сделано из полиэфирки полиэфирные смола без всяких красителей это заготовку которую я показывал черно-белой текстурой да вот это вот люди видно вот черно-белой текстуры вот это сделал из нее но тогда еще может тренировался с фрезером да с пантографом вот и промахнулся по толщине это раза наверное в полтора с оригинальной накладкой вот ну и в общем такая история получился но здесь гораздо четче по формам по отверстиям все совпало все попало ну и опять же вот эта фаска вот ну в общем то все все что я хотел сказать всем спасибо за просмотр кому понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки все всем спасибо всем пока